Для участников школьный конкурс – первая проверка их профессионального мастерства. Конкурс организован по аналогии с Всероссийским Учителем Года. Открытые занятия за счет своих методических наработок. Кристина Бугрова в школе работает уже три года. Занятие самого опытного молодого преподавателя ритмики жюри оценивала одним из первых. Я отучилась на хореографа, да. Я целеустремленно шла к этой профессии. Я пришла работать в школу, я на своем месте. Я ничего не боюсь. Даже вот сегодня на сегодняшнем конкурсе, то есть пришли жюри, я практически их не видела. Вообще никого не было. Были мои дети и была я. Все. Пока одни проводят самоанализ собственного урока, другие готовятся к приходу конкурсной комиссии. Мужчины в школе – редкость. Высшее педагогическое образование, владение 23-мя строительными специальностями. Вот такой в первой школе учитель технологии. Теперь уже молодой педагог Владислав Хованский привык добиваться лучшего результата в любой профессии. Этому учат и детей. Детей учу дисциплине, потому что мужская дисциплина, она все равно наиболее важна для них в данном возрасте. Во-вторых, все равно нужно прививать какие-то творческие способности, любопытство развивать, тягу к знаниям, к труду, сделать что-то именно своими руками. Ну, в принципе, работа нравится. На самом деле не так это сложно и страшно, как многие говорят. Наталья Мартыновская, еще один молодой педагог и участница конкурса, выпускница КМГУ, а также первой школы, пришла работать в кабинет английского меньше года назад. Педагогика передалась, что называется, по наследству от мамы. В родной школе помогают не только стены, но и опытные наставники. Возможно, самореализоваться, получить какой-то опыт. Ну, вообще, очень интересно, мне кажется, принимать участие в подобных. Как вообще вы себя видите в дальнейшем в педагогике? В дальнейшем, ну, я бы хотела продолжить, мне здесь нравится. Каждого участника конкурса «Педагогический дебют» в школу привели разные дороги. Но это и не главное. Когда к своему делу подходишь творчески и с душой, результат работы заметен. 1 апреля в школе будет объявлено имя победителя конкурса. Молодой педагог получит звание лучшего, денежное вознаграждение, памятные подарки, а главное – опыт, который пригодится в непростом учительском ремесле. Продолжение следует...